В средний человек в России выпивает 20 обезболивающих препаратов. Алкоголь. Мне тяжело выпить целую бутылку, там, литровую воды. Я говорю, а шампанского тебе не... Легко. Мы остались без серотонина, без трептофана, без дофамина. Как-то можно им превентивно помочь? То есть он хочет травки, а ему нельзя травки. Мы, конечно, ему не назначим. Женщина, которая не спит ночью, она не может быть здоровой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня интересный гость. Я хочу с вами поговорить не только о красоте внешней, но и о красоте внутренней. Насколько важно заниматься всем вовремя. И у нас в гостях сегодня Наталья Зубарева, прекрасный врач превентивной медицины, основательница клиники доктора Зубаревой. Привет. Привет, Светлана. Привет. Очень приятно с тобой сегодня будет поговорить. Наташа, расскажи, пожалуйста, а что такое вообще нутрициология? Чем она отличается от превентивной медицины? Ну, хороший вопрос, потому что эти понятия очень часто путают. Превентивная медицина и нутрициология. Ну, их даже я путаю. Да. Я представляю, какая каша в голове у людей. Нутрициология – это такая отрасль, скажем так, медицины, около. Медицинская наука достаточно молодая. Знаешь, с одной стороны достаточно молодая, с другой стороны просто последнее время стали о ней широко говорить. А в целом нутрициология – это наука о белках, жирах, углеводах, о их взаимодействии между собой, о их воздействии на наш с вами организм. Ну, плюс нутрициология ещё изучает нутрицептики – это вещества дополнительные, различные витамины, микроэлементы, которые мы можем с вами принимать в каких-то комбинациях или монопрепаратах для того, чтобы быть здоровыми, грубо говоря. А медицина – это медицина, где мы с тобой учились 6 лет в медицинском университете или там в академии, заканчивали ординатуру, аспирантуру, как кому повезёт. И я всегда говорю о том, что не все, абсолютно не все врачи-нутрициологи, но я считаю, как дополнительное образование на данный момент, каждому врачу нужна нутрициология, потому что мы в институте с тобой знаем базу. Помнишь там первые курсы? Это что у нас там? Биохимия, биохимия, ещё там два вида химии, физиология, анатомия. Где-то курс с третьего у нас шла патофизиология, патоанатомия, и там уже где-то к шестому курсу мы начинаем чего-то там о болезнях говорить. То есть нам давали в институте базу. А что потом, как подойти к этому пациенту, с чего начать изучать его заболевание, как вообще в принципе с ним взаимодействовать и на что обращать внимание, нас не учили. Я когда закончила институт, меня сразу в кардиореанимацию в ординатуре бросили, там я и осталась на самом деле, и очень за это благодарна, но было тяжело. Я не понимала вообще, что делать с этим пациентом. Так вот, у нас есть база, а нутрициология, к сожалению, не входит пока в эту базу, но она настолько необходима каждому врачу, потому что врачи традиционной медицины, они смотрят вот так. Я гинеколог, я занимаюсь яичниками маткой, я гастроэнтеролог, я занимаюсь ЖКТ. Это проблема на самом деле, потому что если раньше ты просто обращался к врачу, это был семейный врач, который тебя вел по всем твоим заболеваниям, то сейчас нас разделили, каждый изучает свою специальность, чуть ли не свой орган. И врачи, которые погружаются и начинают одно соединять с другим, их действительно мало, это должен быть доктор, который увлекается, интересуется. Он занимает большими знаниями, скажем так, чем обычный доктор после института. Вот я как раз доктор, который погружается. Врач примитивной медицины, он 100% изучает нутрициологию, но если взять нутрициолога, то сейчас в нашей стране это, знаешь, немножко такая опошленная ситуация, потому что, ну типа каждый, любой человек со средним образованием может стать нутрициологом. И я считаю, что это большая ошибка, и в этом на самом деле есть проблема, потому что любой человек, бухгалтер, финансист, бровист, губист, я не знаю, любой человек может стать нутрициологом. Не очень понятно, хорошо это или плохо, но я всё-таки считаю, что какое-то базовое образование у человека, который идёт в помогающую профессию, оно должно быть. И именно поэтому вот этот спор возник, что нутрициолог вроде бы это врач или не врач. Нет, наверное, это не врач, и у людей каша. Нутрициолог это не врач, нутрициолог это нутрициолог, но каждый врач должен быть нутрициологом, этого, к сожалению, нет. Если мы говорим с тобой о превентивной медицине, да, кто такой врач превентивной медицины, то это доктор с абсолютно традиционным базовым образованием, который знает немножко больше, скажем так. Почему? Потому что превентивная медицина – это наука, которая изучает, как предотвратить развитие того или иного заболевания. Не лечить симптом, как традиционная медицина, не навредить человеку, как не усугубить это заболевание в хроническое заболевание, и всё-таки размотать вот этот клубок причинно-следственных связей. Например, сложно говорю, если по-русски говорить, по-простому. Например, у человека есть лишний вес. Это у нас следствие. Все думают, что лишний вес – это причина, и из-за лишнего веса уже там инфаркт, инсульт и так далее. Нет, лишний вес – это следствие. И у лишнего веса, у любого 5 кг, 10 кг, 50 кг, у меня разные пациенты есть, и 5 кг – это уже лишний вес. Лишний вес – это следствие. А вот причина может быть разная. Человек, ну, естественно, много ест углеводов простых, сладкого, гиподинамия, сейчас этим все страдают, не двигаются достаточно, стресс. Вы можете мне сказать, Наталья, ну что ты тут нам рассказываешь, мы все нервничаем. У кого-то денег мало, у кого-то муж плохой, жена плохая, там, или, значит, не до мать, не до жена, не до женщины, да, вот эта вот вся история. И мы все нервничаем. На самом деле я говорю про стресс, пролонгированный, перманентный стресс, который изматывает, и этот стресс, он приводит к лишнему весу. А как он приводит к лишнему весу? Мы просто начинаем заедать, или в нашем организме начинают происходить какие-то процессы? А стресс как приводит к лишнему весу? Естественно, когда человек находится в состоянии, когда его адаптационные возможности, его организмы, наши надпочечники, да, они не справляются со стрессом, который его окружает. Ну, например, человек погиб, близкий человек, или там расставание болезненное, или человек находится в каких-то, сейчас модно говорить, абьюзивных отношениях, да. То есть он испытывает перманентный стресс. Гормоны, это физиология, гормоны стресса, они находятся на пике. Надпочечники работают на пике. Соответственно, чем больше кортизола, гормона, стресс, тем больше человек хочет получать удовольствий. А самое быстрое удовольствие, это у нас сахар, углеводы. Он хочет, у него потребность в еде, потому что у него отсутствует удовольствие, у него серотониновая яма, да, ямы из-за избытка гормонов стресса. Он тут же не досыпает, а не досыпает, значит, опять же хочет больше сладкого и больше там жирного, жареного. На это есть исследование, что когда мы, например, меньше спим, чем положено, человек будет хотеть неполезной еды с кучей ароматизаторов, красителей и так далее. И, соответственно, вот этот перманентный стресс, он ведёт к истощению резервов нашего организма, истощаются магний, витамин D, доказанная тоже история, меняется гормональный фон. Естественно, человек набирает быстрее вес. А скажи, пожалуйста, правда, что при хроническом недосыпе это тоже относится к стрессу или там какой-то другой механизм? Если человек, у него постоянно вот мама молодая, да, она постоянно встаёт к ребёнку, и молодые мамы часто не могут сбросить вес, несмотря на то, что они не едят, там, и вроде всё, ну, стресс, понятно. А сон непосредственно прерывистый, то, что ты не спишь 8 часов, 6 даже часов в темноте спокойно, это влияет каким-то образом на нас? Я мама троих детей, и когда ко мне приходят мамочки и говорят, Наталья Александровна, мы слышали, что вот вы говорили, что нужно ложиться в 11 спать, в 7 просыпаться по хронобиологическим ритмам. Мама, что мне делать, у меня ребёнок маленький, я всегда говорю, девочки, миленькие, хорошая новость в том, что это проходящая история, но она проходящая. Есть такая ситуация, когда нужно перетерпеть, переждать, но мы никуда от этого не денемся, если мы хотим ребёнка и не хотим его няни сбросить, да, даже если няни сбрасываешь, ты всё равно просыпаешься и так далее. Это история проходящая. Если мы говорим о женщинах особенно, которые периодически не спят, ну вот у меня много таких пациентов, которые говорят, я не могу заспать в 11, я ложусь в 2 часа ночи, потому что я работаю весь день на стресснике, прихожу домой, у меня здесь у меня лучший друг холодильник ждёт, я, значит, тортик себе накладываю, я расслабляюсь, бокальчик, винишко, и у меня там только в 10 вечера появляется время на себя. Её понять можно, её можно понять, да, она в 10 вечера начинает заниматься собой, расслабляться, каким-то образом её нервная система компенсирует вот этот её стресс, да, и очень многие пациенты не могут ложиться рано, они ложатся в час, в два, и, соответственно, конечно же, они не досыпают. Когда ты не доспал, ты остался без, ну, скажем, не без, но с меньшим количеством мелатонина, гормона сна, с меньшим количеством самототропного гормона, который управляет нашим своим весом, это самый жиросжигающий гормон. Мы остались без серотонина, без трептофана, без дофамина, без достаточно большого количества каких-то гормонов, нейромедиаторов, которые управляют нашей реакцией на стресс. Опять же, люди же по-разному на него реагируют, от чего это зависит, в том числе от того, как он спит. Эти гормоны в плюсе или в минусе управляют нашим настроением, а от настроения зависит наш аппетит, наша либидо, желание заниматься сексом или не заниматься. От этого зависит огромное количество механизмов. Наш организм – это очень сложная машина, где нет ничего неважного. Какая-то вот маленькая часть, маленький винтик вот так выпал, всё рассыпалось. Мы полностью с тобой согласны, и нельзя одно отделять от другого, потому что мы всё-таки единый организм. А вот всё-таки твоей пациентке, которая не досыпает, вот она ложится поздно спать, что ей нужно сделать для того, чтобы просто заставить себя ложиться раньше, либо есть какие-то другие способы ей помочь? Ну вот многие говорят, опять же, у меня ночная работа. У меня тоже была ночная работа, я работала в больнице, когда я ещё не имела детей, только в ординатуре, только закончила институт. И я на своём примере знаю, как это работает. У меня была ночная работа, я работала в реанимации на скорой помощи, и я вышла замуж и планировала ребёнка. Я не могла забеременеть, потому что я здоровый человек изначально физиологически. И когда мне спрашивают, вот что же мне делать, знаешь, тут, опять же, я же не могу решать судьбы людей. Я абсолютно уверена, это не мои слова, это слова великих физиологов наших, в том числе российских, что женщина, да и вообще человек, у мужчин немножко по-другому всё устроено, но женщина, которая не спит ночью, она не может быть здорова. Я не говорю, там, один-два раза влюбилась, там, я не знаю, девять с креветом сводила, а вот перманентно. Человек, который не спит, он не может быть здоровым. Это физиология. И если мне спрашивают, мне что бросить работу, вы предлагаете, я говорю, вы знаете, я за вас решение это не буду принимать, но по сути да. Ну, то есть я приняла в свою очередь такое решение. Как только я ушла с этой работы ночной, с этой стрессовой бесконечной работы, у меня всё получилось. То есть я забеременела первой дочкой. И что посоветовать таким женщинам, кроме того, чтобы менять работу, ну, например, там, кто-то нас сейчас слушает, скажет, я не могу, да, ну, там, это мой заработок, значит, пытаться компенсировать недостаток сна каким-то другим образом, но тут не работает ситуация, что я досплю днём. Не работает. Это совершенно другие, это циркадные ритмы, это физиология, это не работает, там, ночной сон и дневной сон, это разные вещи. Но здесь входит в жизнь человека стресс-менеджмент, восполнять магний обязательно, мы все с вами находимся в дефиците магния. Понервничали – до свидания магний, недоспали – до свидания магний, сахараперели – до свидания магний. Отсюда магний запускает в нашем организме вот эту регуляцию, особенно нервной деятельности, особенно в ночное время. Поэтому, опять же, магний, можно, не обязательно его пить, можно делать ванны с магнием, с магниевой солью. Они, кстати, отлично расслабляют. Отлично расслабляют. Вот я своим пациенткам, которые не могут заснуть, тревожные, да, сейчас же у нас такой, последние годы повышенной тревожности. Очень много у пациентов панических атак, тревожных расстройств, бессонницы, тревожного сна. Я всем своим пациенткам таким рекомендую принимать там за час до сна ванны с магнием, магниевая соль. Она прекрасно работает, великолепно расслабляет беременным, например, девочкам, которые имеют судороги в икроножных мышцах, пожилым женщинам. Женщина в менопаузе, они тоже в дефиците магния находятся. Это прекрасно расслабляет. Плюс это время, когда можно побыть наедине с собой. Я всегда своим пациенткам говорю, для снижения тревожности вы должны, это вот, это такая элементарщина, ты сейчас скажешь, что ты тут рассказываешь? Люди этого не делают. Когда они начинают делать, у них жизнь меняется. Я их прошу 15 минут в день на себя. То есть ты оставила мужей, детей, там, я не знаю, любовников, кто кого, да, там, интернеты, телефоны, ты всё отложила, и ты 15 минут в день сидишь сама с собой. И просто спрашиваешь, а что меня беспокоит, а где у меня болит, а что у меня с циклом, а на кого я обиделась, и на кого я затаила эту злобу и не проговорила её сегодня. А кто меня ранил, кто мне больно сделал, а что я чувствую по этому поводу. Ты делаешь так? Я делаю. 99,9% женщин так не делают. Я хожу к психологу много лет, поэтому меня в практике, я себя анализирую даже в процессе, то есть не вечером даже. Ну вот ты спрашиваешь просто, что делать, и я тебе отвечаю, это абсолютно прописные истины, это ничего нового, да. Но когда женщина начинает это делать, потому что вот в этом круговороте нашей жизни мы забываем вообще о себе, а потом приходим к доктору, когда у нас уже мы на паузе, и говорим, а где мои месячные, да. Поэтому 15 минут в день налили себе эту ванну с этим магнием, убрали все гаджеты, просто погрузились в себя. Свечушки там зажгли. Свечушки, что угодно, аромамасла, да что угодно, всё, что снижает стресс. Аромамасла очень хорошо, лаванда, розмарин, ну их очень много разновидностей, они снижают стресс. Ванна с магнием, супер, поставь себе медитацию. Не обязательно, опять же, к медитации можно относиться по-разному. Я это говорю не с той точки зрения, чтобы там из наших слушателей сделать ягинь, которые там будут сидеть, значит, на краю горы, медитировать традициональную чакру, и там соединяться с космосом, нет. Медитация – это просто отключение мозгов, погружение в то, что тебе говорят, и расслабление. Очень многие люди, которые в жизни не знают, что такое медитация, когда начинают это делать, они чувствуют удивительные вещи. И у них просто, это называется стресс-менеджмент, как бы это странно ни звучало. И вот эти 15 минут, самой собой, 15-20-40 минут магниевая ванна работает на самом деле, лучше всё. Вот это время, оно, знаешь, оно не компенсирует недостаток сна, но оно хотя бы немножко компенсирует вот этот недосып и состояние, когда твоя нервная система и твой организм начинают хоть что-то делать, чтобы ты на него обратил внимание. Ты стрессуешь, ты вот, у тебя вот эта вот вся жизнь, ты не досыпаешь, ты переедаешь, 100% люди, которые не спят ночами, они все едят сладкое, чтобы быстрее вернуть себе энергию. Алкоголь. Алкоголь, хорошо, вопрос какой. Ну вот пришла вечером, вообще как отношение к алкоголю? Понятно, что это в больших количествах вредно, но есть девочки, и я сама этим грешила на самом деле. Когда я вечером шла очень уставшая домой, очень много общения с людьми, ты выкладываешься, потом тебе не хочется разговаривать, да, тебе просто хочется выпить бокал вина и лечь спать. Как ты к этому относишься? Я лично или для моих пациентов? Ну и ты лично, и твои пациенты. Слушай, у всех, наверное, был такой период, и опять же, если там в 20 лет мы могли пятницу, субботу, воскресенье плясать, танцевать и выпивать, а в понедельник спокойненько шли на учебу или там в больницу, да, то сейчас уже, извините, так не получается. И, во-первых, во-вторых, к бокальчику винишка каждый день я отношусь плохо, потому что бокальчик, даже бокальчик, винишка каждый день, это алкоголизм. Но многие так делают, и мои пациентки, в основном это пациентки, потому что мужчины, они как? Они, значит, неделю работают, в пятницу садятся и там в воскресенье просыхают, да, я сейчас утрирую, у женщин по-другому. У женщин алкоголизм вообще, в принципе, другой, да, и с женщинами в этом смысле сложнее. И очень часто ко мне приходят пациентки, и мы с ними начинаем общаться, например, у человека инсулин высокий или глюкоза, лишний вес, или там щитовидная железа болеет. Я говорю, слушай, нам нужно будет по протоколу с тобой не только отказаться там от чего-то, от калорийной еды, но ещё и убрать вино каждый день. Она говорит, Наталья Александровна, пожалуйста, уберите у меня всё, что угодно. Тортики, шоколадки, мне очень неинтересно, картошка, не убирайте у меня вино. А я не могу вино не убирать, потому что что такое алкоголь? Это этиловый спирт. Что такое этиловый спирт? В итоге это в нашем организме, это глюкоза, да, а у неё инсулинглюкоза и так высокая. Ну плюс это ещё достаточно воспалительный такой продукт, скажем так, да, который при протоколах лечебных, ну это нельзя. Нельзя вино и другой алкоголь. И вот мне приходится вот эти танцы живота танцевать с пациентами, я же понимаю, что она пьёт это вино для чего? Для того, чтобы голову свою отключить, для того, чтобы расслабиться. И нам приходится каким-то образом приходить с ней к тому, что всё-таки надо отказаться от этого. И я не пью алкоголь. Опять же, знаешь как, не то, что я там запрещаю себе или в какой-то аскезе нахожусь, или тоже там держусь, нет. Мне неинтересно. Мне когда-то было это интересно. Ну могла, вот как ты рассказываешь, да. Сейчас я в таком своём периоде жизни, что я не могу себе позволить утром себя плохо чувствовать. А в какой-то момент жизни я стала себя плохо чувствовать, даже от бокала алкоголя. Или плохо выглядеть. Или плохо выглядеть, правильно ты говоришь. То есть, опять же, если это какой-то отпуск, я могу себе что-то позволить. Но это будет, конечно, дозированно, и это не будет так, как вот там это есть у многих. Но алкоголь, это большая проблема сейчас на данный момент, потому что сейчас тревожное время. Сейчас много стресса, и женщины не справляются с ним. И мне порой тяжелее человека отговорить от шоколадки и тортика, нежели от бокала вина. И плюс ты ещё, посмотри в интернете, это культивируется всё. Эти мемы бесконечные, рилсики, типа винишко с подружкой, сидим там и так далее. Большой бокал. Большой бокал. То есть, понимаешь, я не очень понимаю, для чего это дудки, сигареты, вейпы, айкосы. Наверное, это всё деньги, но у меня уши немножко шевелятся, когда я на это всё смотрю, в том плане, что это вообще не про здоровье. Опять же, виноделие, вино, да, это целая культура. Я из Краснодарского окрая. У нас там виноградники до сих пор прекрасные существуют, и я очень хорошо понимаю, что такое виноделие. Я очень понимаю хорошо, что такое самогон чистый. Я всё про алкоголь понимаю. Но, опять же, как это пьётся, в какой компании это пьётся, для чего это пьётся. Если это раз в неделю, для удовольствия почувствовать вкус вина и там насладиться этим... Дегустировать. Дегустировать. Это ок. Но если это используется для снятия стресса, то в этом точно зло. Почему? Потому что алкоголь, наркотики, сигареты, сахар это абсолютно одинаковый механизм зависимости. Это всё, от чего люди зависимы. Абсолютно одинаковый механизм. И ты такая устала, и ты думаешь... Или ты в депрессухе находишься там по какому-то поводу, и ты пьёшь вино или какой-то другой алкоголь и думаешь, что тебе станет легче. Тебе на какой-то момент становится легче. Голова немножко отходит. Но потом ты падаешь в эту... Так устроена физиология в эту серотониновую яму. И для того, чтобы тебя оттуда вылезти, тебе нужен ещё один источник либо алкоголя, быстрого счастья серотонина, либо сахар, сигаретка, айкос или дудка или ещё что-то, или кальян. Понимаешь? Поэтому если ты для удовольствия это делаешь, пожалуйста, подумай, для чего ты это делаешь. Если ты снимаешь стресс, нужно понимать, что алкоголь это самый сильный депрессант, это не антидепрессант. И ты в итоге себя загонишь в ещё большую депрессию, нежели на начальном этапе. Ты знаешь, у меня был период, когда я на полгода отказывалась от алкоголя совсем. Я брала аскезу. Во-первых, я хотела похудеть. И мне казалось, что если я уберу алкоголь, то я похудею. Ну, в этом есть смысл. Не произошло чудо, я не похудела ни на грамм. Но я для себя заметила, что если раньше я выпивала алкоголь, и мне казалось, что я сейчас усну и буду хорошо спать, то когда я сделала паузу, я абсолютно трезвыми глазами увидела, что трезво это я сплю намного лучше, даже если у меня стресс. Я намазала там подушку лавандовым маслом, легла меня вырубила, и я сплю всю ночь. В то время, когда я выпиваю алкоголь. Тревожный сон, конечно. Конечно, ты постоянно просыпаешься, и ни о каком как раз-таки выработке нормальных гормонов не может быть и речи. Ну вот почему ты не похудела, когда отказалась от алкоголя? Очень многие люди худеют, потому что они привыкли пить алкоголь с чем-то. Ну, то есть алкоголь, у нас же есть культура. Алкоголь с, например, сыром, алкоголь, там, вино с хамоном, или там с шоколадкой, или с фруктиками. Ну, всегда живут даже в советских фильмах. Шампанчиками, фруктиками, да, или конфеты. А очень многие люди худеют. А если ты не похудела, и опять же, почему они ещё худеют? Потому что алкоголь-то калорийный, бутылка белого вина или шампанского, это у нас с вами около 800-900 калорий. Офигеть. Экстра калорий. То есть ты в день должна... У тебя норма полторы-две тысячи, да? Полторы-две тысячи, и бутылочка вина. А если мы садимся с подружками, то это, знаешь, как мои пациенты говорят, ой, Наталья Александровна, мне тяжело выпить целую бутылку, там, литровую воды, я говорю, а шампанского тебе не... Легко. Легко, понимаешь? То есть это экстра калории, мы о них забываем, и очень многие люди, когда отказываются от алкоголя, они худеют. Почему, может быть, не худела ты? Либо ты алкоголь пила без еды и без вот этих вот сочетаний, да? То есть что такое вино с сыром? Это у нас сахар с жиром, привет, бока. И прекрасно всё это откладывается. Конечно. Или что такое у нас, значит, вино с конфетами, это сахар плюс сахар, вино с мясом, это сахар плюс жир, да? Ну и там, и далее. Ты, может быть, поэтому не похудела, либо ты... Опять же, у нас мозг так устроен, это физиология. Физиология удовольствия. Я очень глубоко эту тему изучала, потому что я с зависимостями работаю, ко мне люди приходят зависимые от еды, от эмоций, от чего-то ещё, от алкоголя. И ты, может быть, компенсировала недостаток алкоголя в своей жизни чем-то ещё сладким, углеводами, пастами, пиццами. Вот что-то... Всегда этому есть причина. Если человек не худеет, когда он убрал алкоголь на полгода, это большой срок, но какая-то там есть причина. Чаще всего люди худеют. Мне кажется, что у меня была инсулин-резистентность, потому что так получилось, что купила какие-то пептиды просто по фану попробовать, поддержать поджелудочную железу. Типа, ну я же не пью, ну когда самое лучшее время было. И вот после них я начала худеть, и у меня поменялся рацион еды сам по себе. И поменялся как раз-таки я отказалась от углеводов не потому что мне хотелось, а потому что просто я перестала их хотеть есть. Я стала есть очень много клетчатки. Я понимаю, что с того периода у меня в принципе поменялся рацион, и на другом рационе я начала есть. Вот превентивная медицина, да, я поняла худеть. Превентивная медицина, о которой ты спрашивала, это вот как раз про это. Если ты придёшь с инсулино-резистентностью, с лишними там тремя килограммами к эндокринологу традиционному, да, в частную клинику, например, ты придёшь, скажешь, знаешь, у меня вот этот вот живот, я сама стройная, но у меня вот этот спасательный круг, да, как я его называю, вот когда живот торчит, а вот у меня там три килограмма, я хочу похудеть. Тебе эндокринолог посмотрит твои анализы, скажет, слушай, тебе не надо худеть, что-то выдумываешь, иди. Смотри на себя, ты отлично выглядишь. Это первая ситуация. Вторая ситуация, тебе эндокринолог пропишет аземпик, глюкофаж, сиафор препаратами, тформиносаксенду какую-нибудь, потому что сейчас это вообще модно, вся Москва на этом сидит, аземпик уколол, есть не хочется, глюкоза низкая, вообще супер, сахар снижается, центр голодонасыщения подавляется за счёт аземпика, и, соответственно, ты худеешь. Ну, многие люди просто не знают о побочках, не знают о показаниях, противопоказаниях, и думают, что это панацея. Волшебной таблетки в этом случае не существует. И вот превентивная медицина, она берёт человека, мы не смотрим на пациента, как на анализы. Мы лечим человека. Мы не смотрим, ко мне приходит пациент, я не смотрю на его кишечник отдельно, на его витамин D отдельно, на его половые гормоны отдельно, на щитовидку ещё там, не отправляю его к смежным специалистам. Если у него есть лишний вес, я чётко вижу эту причинно-следственную связь. Откуда у него? Мы смотрим целостно, мы берём человека, знаешь, вот приходит человек там, опять же, волосы выпадают, состояние унылой какашки, не успела проснуться, уже устала, сил нет, тяга к сладкому, похудеть не могу, отекаю, я не знаю, там, ну вот эти все проблемы, да, женские, одинаковые, спать не могу, тревожные атаки, панические атаки, тревожные расстройства. И я человека, как врач примитивной медицины, собираю, словно пазл, вот он вот так вот рассыпался у меня, я его, словно пазл, собираю в общую, единую картину здоровья. Я не могу лечить кожу, если я не знаю, как работает ЖКТ. Я не могу заниматься с его микроэлементами и витаминами, и повышать их, если я не знаю генетику, например, или, опять же, как работает ЖКТ, потому что если у нас желчь, например, с вами не работает так, как надо, застой желчи, у нас не усвоятся эти витамины, хоть сколько и не давай. Вот это превентивная медицина, вот как раз к твоему комментарию, что мы человеком занимаемся индивидуально и всецело, и для этого нужны знания. И почему так хейтят меня, почему так хейтят врачи превентивной медицины? Потому что, да, в семье не без урода, как говорится, есть нутрициологи, есть врачи превентивной медицины, которые назначают эти БАДы, 15 миллионов таблеток. Я это вижу каждый день, по 30 таблеток у меня вот так уши начинают шелиться. У меня тоже, когда приходят пациенты, я 5 с утра выпиваю, 5 днем, я думаю, а куда вообще? Я понимаю, что, опять же, здесь все гиперболизировано. Я все-таки пациентов, людей, которые нас смотрят, врачей, и традиционных, и превентивных, и доказательных, и всех, я просто призываю к какой-то золотой середине. Да, врачи превентивной медицины знают больше, да, они учатся больше. Я 13 лет в практике ежедневно, как практикующий доктор, я руковожу клиникой, но я каждый день учусь и буду учиться всю свою жизнь. Мне дочка моя старшая говорит, мам, сколько можно учиться? Успокойся, да? Успокойся, нет, нет, ну то есть это развивающаяся наука. Мне очень интересно заглядывать глубоко. Мне интересно, почему девочка в 20 лет ко мне приходит на прием, и у нее не работают яичники. Она приходит ко мне на прием с анализами, как у женщины в 45 лет. У нее премия на пауза. Такое бывает, а знаешь почему? Почему? А потому что она с 12 лет пила контрацептивы, эта девочка. Потому что ей в 12 лет назначил косметолог, я извиняюсь, но косметолог назначил ей контрацептивы. А косметологи разве имеют право назначать контрацептивы? А это не ко мне вопросик. Да, но вообще, ребята, не имеют права, контрацептивы должен назначать гинеколог после сдачи анализа. Ты ни разу не видела косметологов, которые назначают коки? Я нет, но я работаю со своими косметологами, мне повезло. Ну, ты приличный косметолог, я это вижу каждый день. Косметолог в 12 лет. Девочка пришла с прыщами. У нее половое созревание, это нормальный процесс. У нее начались проблемы с лицом. Высыпание. Плюс у нее устанавливается цикл. Цикл не установился, потому что девочка имела 5 килограмм лишнего веса. Это я уже раскопала на приеме, эту причину следственную связь. Она же об этом не подозревала, с мамой пришла. Девочка, значит, имела сбой цикла, естественно, у нее пошла вся эта история. Из-за того, что у нее было много лишнего веса, ну, немного, килограмм 5, у нее был высокий инсулин. Из-за высокого инсулина она имела, соответственно, высокий тестостерон, мужской половой гормон, который не должен быть высокий, особенно в подростковом периоде. У нее пошел сбой цикла, из-за повышенных андрогенов у нее начались прыщи. Плюс у нее там запоры были по 5 дней. И она приходит к косметологу. Косметолог ей говорит, а попей контрацептивы, у тебя все пройдет. Андроген, снижающие контрацептивы, например, там, Ирина на тот момент, самая там любимая, да, ходовой самый такой, или джесс какой-нибудь, да. Я не против контрацептивов, когда они нужны. Но вот ей было назначено, и она, значит, до 20 лет, 80 с лишним лет, пила эти контрацептивы от прыщей. А когда она их бросала, у нее, соответственно, она же ничего не меняла, образ жизни не меняла, питание не меняла, ничего не меняла. Когда она бросала их пить, у нее опять лицо было в высыпаниях, у нее не было цикла, на Ирине был цикл, без Ирины цикла не было. И, соответственно, значит, искусственно навязанным циклом она 8 лет жила. Через 8 лет девочка бросает контрацептивы и хочет забеременеть, потому что она вышла замуж, и не может. И приходит, значит, опять же, так же в прыщах, цикла у нее нет, волосы жирные, тестостероны огромные. И она приходит, значит, ко мне на прием и говорит, почему я не могу забеременеть, там, год, вот мы уже не предохраняемся. Я говорю, у тебя месячный, что с месячными, там, она у нас собирая, она говорит, у меня нет месячных, ну, там, или идут раз в 5 месяцев. И я смотрю ее анализы, и у нее истощение яичников. То есть у нее ФСГ, ЛГ в тех референсах, которые, ну, там, в 20 лет не могут быть. И мы понимаем, почему это произошло, потому что она 8 лет занималась тем, что стирала клиническую картину, тем, что она, ей лечили следствие, а не причину, как я тебе говорю. Вот причина здесь была лишний вес, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, и там гормональный дисбаланс, который бы нивелировался, если бы вот это все с ней бы позанимались. Это все как было, так и прогрессировало 8 лет, а она просто себе искусственно навязывала цикл. Ну, тут еще такой момент, что вообще, мне кажется, когда назначают противозачаточные коки, должны быть какие-то перерывы. Вот эти вот долговременные приемы без перерывов, они тоже потом сказываются в здоровье. Ты знаешь, я руковожу сейчас клиникой, но для меня прерогатива – это, конечно, прием пациентов, при том, что я руководитель, я много лет руковожу врачами, но я принимаю пациентов. Когда я вижу, что человеку нужны контрацептивы, есть такие ситуации, да? Опять же, мы с вами, это медицина. Есть человек, приходит там с каким-нибудь тяжелым эндометриозом или приходит в состоянии, когда ему нужна гинекология. Я туда не лезу, я не гинеколог. Я понимаю, все понимаю о гинекологии, я очень много изучала это. Но если там что-то серьезное, я отправлю, пожалуйста, вот соседняя дверь, мой прекрасный, там, один из моих гинекологов, да? Я туда не лезу. Как пить эти контрацептивы? Какой перерыв делать? Это вот к ним. После того, как я навела порядок, если я вижу, что человеку это надо. А у нас просто, понимаешь, в чем проблема? Почему меня так сильно хейтят? Я ведь не сказала ни разу не пейте контрацептивы. Я ни разу не сказала не пейте антибиотики. Я не сказала не пейте препараты щитовидной железы. Я сказала, ребята, если у тебя лишний вес, просто лишний вес, тебе не надо азимпик колоть. Ты не диабетик. Если ты диабетик, пожалуйста, да. Но если ты не диабетик, худеть на азимпике – это утопия. Ты читал противопоказания, ты читал по бочке, а я читала. И я лечу этих людей, которые приходят после вот этих вот историй. Понимаешь? И вот вопрос. Превентивная медицина – это что? Шарлатанство? Это какое-то… Нет, друзья. Я за золотую середину. Пожалуйста, дорогие коллеги, дорогие врачи традиционной медицины, немножко расширите свой взгляд. Мы ничего плохого не говорим. Что мы говорим? Пейте воду, спите вовремя. Восполняйте дефицит и следите за своим стулом. Ну, я тебе скажу. Вообще бытует мнение, что когда ты приходишь к врачу превентивной медицины, тебя назначают на 50 тысяч анализов, даже не спросив анамнез, да, и дальше тебе вот просто горсть витаминов. Это бытует мнение. Как вот в твоей клинике происходит, как вы назначаете анализы? Ну, а почему, во-первых, витаминов? То есть врач превентивной медицины, это, во-первых, врач. Вот, кстати, отличие, да? Нутрициолог, если он не врач, он не имеет права препараты назначать. Он имеет право назначать только препараты. Конечно. Ну, нет, я не видела, чтобы препараты, биологически активные добавки, да, а препараты, там, вот, опять же, азимпик мой любимый или что-то такое, они не имеют права. А врач имеет право, потому что у него есть на это право. И я категорически против того, когда, вот, я уже сказала, когда назначаются эти горы. Витамины – это биологически активные вещества. Добавки, да. У них есть, они, кто-то из них синергисты, кто-то антагонисты, они работают в разных связках. Очень, на самом деле, это сложная история. Изучение взаимодействия микроэлементов, витаминов между собой и грамотный нутрициолог – это редкость. Вот я грамотный нутрициолог, я знаю, как должно это работать, чтобы человеку было хорошо, но это не 50 витаминов. И когда я это вижу, меня начинает трусить, потому что я понимаю, что вот от таких бездарей, вот этих нутрициологов, которые назначают по 100 таблеток, потом страдают нормальные врачи. И вот это мнение складывается, что мы там чего-то назначаем. Насчет цен на анализы. У меня тут очень строгая позиция, я никогда не назначаю лишнее. Я 13 лет в практике. Ни один мой пациент никогда в жизни не скажет, что я назначила что-то лишнее. Наоборот, они меня просят, Наталья Александровна, а можно ещё вот это, а можно ему на хелс, а можно там вот этот панель какую-то. Я говорю, ну, если ты хочешь потратить деньги, пойди, конечно. У меня есть чёткий клинический минимум для каждого пациента. Вот ты приходишь ко мне, ты говоришь мне свои жалобы, например. Мы тебе даём по определённому скрипту, мы тебе даём список анализов, которые нужны тебе, чтобы не тратить время, чтобы ты не ходил по 15 раз, чтобы ты пришёл и доктор уже какие-то твои анализы видел. Базовые, минимум, да? Не расширенные, а минимум базовые. И я не люблю, когда пациенты ходят ко мне десятилетиями. Они всё равно ходят, потому что они меня любят, потому что я ко всем, понимаете, и там наблюдаются семьями, и уже дети, внуки. Но в целом я люблю решать проблему за один, два, максимум три приёма. И для того, чтобы сэкономить время человека, они ко мне лично приходят уже с анализами, которые мой ассистент им отправляет в соответствии с их ситуацией. И это не какой-то перечень на 50 тысяч. Это клинический минимум, опять же, разные города, разные цены на анализы. Но в целом по этому клиническому минимуму мне понятно уже о человеке, ну, 90%. Потому что я грамотно собираю анамнез, я грамотные вопросы задаю, я задаю вопросы обо всём. Начиная от того, как он в туалет ходит, и заканчивая, сколько раз в неделю он сексом занимается. Потому что для меня, как для врача, превентивная медицина. Это очень важно. Всё. Не только его кожа. Он пришёл, например, с псориазом ко мне. Мне не интересует его кожа, мне интересует всё об этом человеке, потому что организм – это единое целое. Я не лечу анализы, я не лечу симптомы, я лечу человека. Я с ним разговариваю, я понимаю какой-то тип нервной системы, тревожный ли он. А есть люди, которые настолько тревожные, что как-то его не лечи, пока он не дойдёт до психолога или психотерапевта. Это бесполезная история. И, ну, у меня большой опыт. Я хоть и молодой доктор, но у меня много опыта. И я понимаю, как с человеком поговорить так, чтобы он из моего кабинета вышел через какое-то время, через час или через какое-то время после приёма. И у него сложилась картинка, как ему дальше жить. Не оставить его с ситуацией, что же мне делать, да? Куда бежать? Все врачи традиционной медицины – фигня. Вот Наталья Александровна светила. Нет, я так никогда не работаю. Я экологично работаю с пациентами. Но они от меня выходят с чётким пониманием, что им делать. Если я вижу ситуацию, например, мне надо дообследовать человека, он идёт у меня на дообследование. Но я тебе хочу сказать, раньше у меня был маленький клинический минимум. Сейчас я у каждого пациента, который приходит ко мне, я прошу как минимум, если это женщина, например, после 30 лет, я прошу как минимум УЗИ груди, молочных желёз. Я прошу УЗИ органов малого таза, потому что не секрет, что женщины... Вот, девочки, вы сейчас нас смотрите. Вот, когда вы... Напишите нам в комментариях, когда вы были последний раз на УЗИ. Среднестатистическая женщина, если спросить, она скажет, да, когда рожала. А когда ты рожала? Да, да, вот 15 лет назад. Понимаешь? Это на самом деле не смешно. Я вижу огромное количество проблем сейчас у женщин. И я прошу малый таз, грудь, после 40 лет маммографию. Я прошу органы брюшной полости. Потому что каждый второй пациент с панкреатитом, с холециститом, а мы ему сейчас что-нибудь назначим, а у него там камни в желчном пузыре. Понимаешь? И УЗИ щитовидной железы. Это вот ко мне лично, у меня разные доктора, но вот ко мне лично человек идёт. Мы, знаешь, как не обязаловка, но мы рекомендуем сделать эти УЗИ. Если он говорит, я делал там 8 месяцев назад, окей, хорошо, ты приходи, всё приноси, я посмотрю и скажу тебе. Почему? Потому что огромное количество опухолей. Очень много. Девочки там что-то себе нащупали, ну и ладно, ну и там, и хожу дальше, да. А потом она приходит, а там рак второй степени. И причём это не история 50-летних женщин, там постарше. Это история молодых девочек. Молодые девочки. И именно поэтому я прошу это делать. Потому что щитовидная железа, ну может быть, одно УЗИ из ста будет нормальное. Органы брюшной полости одно УЗИ из ста будет нормальное. Будет дискинезия желудочевыводящих путей, жировой гепатоз печени, панкреатит, какая-нибудь проблема с почками. Вот чтобы этого не допустить, я прошу, ребят, пожалуйста, сделайте, если вы давно не делали. Опять же, малый таз, да, идут у неё месячные? Ну идут. А что там с яичниками? А истощение там не истощение? А что там с фолликулярным аппаратом? Я не гинеколог. Миналитарно даже посмотреть, к гинекологу тоже нужно ходить. Вот этот минимум, который был в Советском Союзе, когда раз в год мы проходили врачи, я считаю, что это, да, золотой стандарт. Но, опять же, я не гинеколог, чтобы их яичники смотреть, но я должна посмотреть на человека и в своей голове цепочку установить, почему он болеет. Ещё раз, лишний вес – это следствие. Проблемы с кожей, ты как косметолог знаешь, это следствие. Проблемы с гормонами – это следствие. Мы должны понять, в чём причина. Я ни разу не видела за 13 лет пациента, чтобы он пришёл с какой-то проблемой, потому что ко мне приходят достаточно такие люди с серьёзными заболеваниями, хроническими. Я ни разу не видела, чтобы человек пришёл с проблемой без причины. Не бывает этого. Не бывает. Каждая вторая женщина с заболеваниями щитовидной железы. Человек имеет 5 кг лишнего веса и не знает о том, что у него инсулинорезистентность. Он приходит к обычному, традиционному, доказательному эндокринологу, ему говорят, иди, у тебя всё нормально, а у него инсулинорезистентность. Понимаешь? Вот это разделение, мне кажется, это моё мнение, я не претендую на истину, но мне кажется, это несправедливо, что вот эта медицина, доказательная эта медицина, а вот эта ваша, вот эта вот медицина, превентивная, это не медицина. Вот то, чем мы занимаемся, то, чем я занимаюсь и мои коллеги, эта медицина гораздо более сложная, чем то, что принято назвать доказательной. Нас в институте как с тобой учили? Штейтка не работает, дай гормон. Псориаз, намажься мазью. Ну, или лечи в следствиях. Что у нас в учебнике по патологической физиологии было написано? Аутоиммунные заболевания, это заболевание, я как сейчас помню, неясной этиологии, неясного лечения, неясной этиологии, неясного патогенеза, лечения, что симптоматическое. Мажьтесь мазями, понимаешь? Всё. Вот-вот-вот, врачи так и лечат. И это не проблема врачей, это не врачи-дураки, нас учили так в институте, это проблема системы. Поэтому я вот столько хейта ловлю, как первая. Да, скажи, пожалуйста, мы затронули тему похудения, а вот как ты относишься к чисткам? Очень часто ко мне приходят пациенты, они рассказывают, что они купили какие-то там наборы чисток, что-то там чистят. Я никогда не чистилась, не интересовалась, я каждый раз на них смотрю, думаю, что же вы чистите? А что чистят? Не знаю, что-то там чистят всё, какие-то травки, вот они же даже не вдаются. Антипаразитарка или что? Да, если бы антипаразитарка... Нет, они пьют какие-то препараты, и они не всегда антипаразитарные, то есть просто очищение организма кишечника. Вот мне непонятно. От шлаков и токсинов? От шлаков и токсинов. Опять же, давай всё по науке. Вспомним физиологию, анатомию. Организм – это саморегулирующаяся система, которая способна к саморегуляции и к саморегенерации. О чём это? Сейчас на русский перевожу. Потому что наша система выведения, вот как ты говоришь, тех шлаков и токсинов и ядов, она настроена очень замечательно. И она на самом деле совершенная. Печень, почки, выделительная система, лимфа, да та же самая кровь способна вывести и нейтрализовать любые практически, если это не яд в больших, в количествах, любые соединения, тяжёлые металлы, которые мы с вами получаем из рыбы какой-нибудь или из морепродуктов, я сейчас к примеру, или... Ну, в общем, способен наш организм к этому. Другое дело, что мы живём с вами в таком сейчас режиме, в таком темпе, в такой экологии, что нагрузка на организм гораздо более глобальная, чем 50 даже, например, лет назад, потому что не было такого количества сахара, не было такого количества токсинов, хлопных глазов, да, пластика, не знаю, натяжных потолков, жалюзи, этих дезодорантов с алюминием, водички в стакле, в пластике, да, дезодорантов с алюминием, шампуни с силиконами, парабинами, ну, не было этого. И действительно, нагрузка на организм достаточно большая, но, по сути, всё это количество огромных очисток и различных детоксов, как ты уже говорила в нашем с тобой предыдущем подкасте, что имеет место быть маркетинг, да, люди на этом зарабатывают большие деньги. Действительно, существует детокс, существуют детокс-центры, существует лечебное голодание, с этим согласна, разгрузка организма от большого количества еды, согласна, где-то гидрокол на терапии, если это проводится правильно, где-то какие-то там режимы, лечебные протоколы, это всё имеет место быть, но это ничего не имеет общего с теми шарлатанскими ситуациями, вот о которых мы с тобой говорим. Опять же, там, каком-нибудь детокс на соках, детокс на смузи, детокс на петрушке. А ты смотрел организм человека, прежде чем детокс продавать кому-то? Подряд. Вот сейчас у нас человек с сахарным диабетом или с панкреатитом или с холециститом сядет на соки, он через, или там на какую-нибудь кето-диету необследованный человек сядет, где огромное количество жира. Я не против кето-диеты, я просто условно говорю. А потом через 3 дня у него как произойдёт какой-нибудь острый холецистит или острый панкреатит, и что ты будешь потом делать? Кто будет за это отвечать? Никто. Поэтому ответственность за своё здоровье несёт человек. Вот модно сейчас говорить, врач плохой, там дурак и так далее. Я считаю, что ответственность должны нести мы. Другое дело, что, конечно, я не знаю, как спят те люди, которые продают вот это вот всё в больших количествах, но человек всё-таки должен думать, что не бывает такого, что ты, значит, живёшь необследованный, не заглядывал, не смотрел, что у тебя там, начинаешь какой-то детокс пить или какое-то очищение делать, и, значит, у тебя всё хорошо. Если повезёт, если более или менее ты здорова, может быть, и будет всё хорошо, но я знаю огромное количество случаев, когда люди в реанимацию попадали, понимаешь, после таких детоксов. Я согласна, что это всё-таки, во-первых, должно быть профессионально, во-вторых, наверное, под контролем врача. Опять же, если ты пошёл на детокс, вот я всегда своим пациентам говорю, должен быть человек, который отвечает за твоё здоровье под контролем, да? Вот сейчас же очень модно капельницы капать, всё, что вообще не попадя, и железо, и нежелезо, и гептрал, и глутатион, я вообще не против. Но всё, что связано с веной, это настолько сугубо индивидуально, и как часто мы видим эти анафилактические реакции, да, даже на железо. Ну, на железо это вообще такое достаточно тяжёлый препарат. Ну, то есть мне часто подсветы говорят, Наталья Александровна, дайте я там дома железо прокапаю, скажите, какое железо, феринжект или какое? Я говорю, пожалуйста, камон, в наш кабинет, в клинику, где медсестра опытная, где доктор с набором, если что с тобой случится, только там после того, как ты пройдёшь курс железа венного, да, я могу тебе там назначить уже какое-то там железо, чтобы ты его принимал. Ну, то есть, и так же и с чисткой, да, то есть ты должен это делать под контролем человека, который на тебя, за тебя, вернее, возьмёт ответственность в этот момент. А если ты решил взять ответственность на себя сам, значит, ну, тогда и спрос, и спроса ни с кого взять нельзя. Поэтому здесь моё отношение, на самом деле, опять же, лечебное голодание это очень классная история, которому не одна сотня лет. И действительно, например, когда человек болеет, я в своё время работала в ковидарии, в ковидной зоне, там, когда первая волна пандемии была. И, например, когда человек очень там лихорадит сильно, он болеет, у него эта вирусная нагрузка, это ведь здорово, когда человек, даже организм иногда сам нам подсказывает, отказывается от еды, да, то есть лечебное голодание. И мы такие, нет, поешь, в голодании есть смысл, но люди его так перевернули и гиперболизировали, понимаешь, что у нас теперь каждый второй в Инстаграме или там в Телеграме проводит какой-то марафон по почистке, по голоданию. Но это же вот, вот это, вот это я считаю, это, конечно, жесть. И, понимаешь, вот это всё везде детокс, я не знаю, там, глистогонные какие-то препараты, какие-то шлаки, токсины, это всё вот так вот у БАДы, огромное количество, всё вот так в кучу смели, слепили и говорят, что это превентивная медицина. Ребят, вы что? Ну, опять же, я же вижу, какие тяжёлые пациенты ко мне всю жизнь приходят. Я врач шестом поколении, мой отец, папе 75 лет, он 50 лет практикует каждый день. Я видела, какие тяжёлые пациенты к нему приходят. И мы не берёмся лечить то, что мы не можем лечить. Я прекрасно понимаю, что такое традиционная медицина. Но вот то, что это всё слеплено, я не знаю, кого в этом винить. Может быть, людей, которые не доучились, понимаешь, и пошли там практиковать. Знаешь, я думаю, больше людей, которые зарабатывают на этом деньги и не очень хотят разбираться в вопросе. Это то же самое, вот мы с тобой записывали подкаст про ботокс, ты задавала вопрос, да, почему вот столько осложнений. Всё то же самое, да, потому что люди, которые не владеют полностью этой методикой, что-то делают, после чего у пациента случаются сложные вещи. Ну, ты знаешь, я считаю, что за превентивной медициной будущее, и когда я начинала этому учиться там 12 лет назад, не было ни одного учебного заведения. Нутрициология была только в Международном институте в Рудене, в Дружбе народов. Там был факультет нутрициологии, и то там, это в таком варианте было не очень. Но у меня был эмпирический, огромный опыт папы. Я с ним, как, я же говорю, там, с трёх-четырёхлетнего возраста своего, как хвостик, за ним ходила, и вот это всё я на моих глазах видела. Впитывала. Впитывала. У меня был, у меня есть огромная база. Это за это, конечно, отцу спасибо огромное и родителям. И я имела эмпирический опыт, но я же хотела его преобразовать в современную историю, да, мне хотелось учиться. Я в своё время потратила огромное количество времени, денег, брала кредиты. Ну, я была обычным врачом, у меня не было денег, у моей семьи не было возможности меня за границей учить. Я потратила очень много времени, энергии, сил, денег на свою учёбу. Это сейчас есть университет, институты превентивной медицины. Пока это не официальная наука, но я уверена, что за превентивной медициной будущее. И вскоре мы будем иметь или факультеты превентивной медицины, или дополнительное постобразование, да, потому что я собирала это всё покрупиться. Ну, я очень горжусь вот этим, вот этот путь, который я прошла, я очень им горжусь. Да, я набила очень много шишек. Да, я набила этих шишек настолько много, что в один момент мне казалось, что я лоб себе расшибла. И хотелось просто лечь и сдаться, когда вот эта волна хейта, я тебе рассказывала, была нереально. Почему она была? Потому что люди привыкли к чему-то классическому. Они не привыкли к какому-то критическому мышлению. Они не хотят видеть дальше. Им удобно жить так, как они живут. И был вот этот дикий хейт, но вот ты спрашивала, когда мы с тобой тут разговаривали, как ты его преодолела. Ты знаешь, я его преодолела, ну, понимаешь, хейт, опять же, ты первая, ты самая яркая, ты, значит, больше всех говоришь. Крокус Сити Холл 7 тысяч собираешь, в каждом городе у тебя тысячные залы. Кто ты такая вообще? Людей, которые первые говорили, что земля круглая, вообще сжигали. Ну, вот, может быть, меня это ждет еще. Перед чем-то большим, на самом деле, мне кажется, мы встречаем какое-то испытание, которое тебя судьба испытывает. Готов ли ты, можешь ли ты? И в этот момент не сойти с пути, не свернуть, остаться верным своим убеждением, это очень сложно. Но именно эти люди меняют историю. Ну, ты понимаешь, я не хочу себя к этим, конечно, людям относить, это уже не я должна это делать, но вот этот хейт пережить мне очень помогали просто тысячи людей, которым я помогла. Пациентов, люди, которым я помогла своими книгами, своими постами в том же Инстаграме, своими видеоматериалами, они просто вот писали тысячи вот этих заказных статей, эти тысячи людей шли и писали, защищали меня. То есть, это, знаешь, это, ну, это дорогого для меня стоит, и меня отец воспитывал, и я сейчас своих детей и так воспитываю. Для меня самая главная любовь к людям, для меня самая главная мои пациенты. Мы не можем отрицать, что мы, конечно, все живем и зарабатываем деньги, но в любом бизнесе, который я сейчас имею, в своей клинике, в своих нутрицептиках, БАДах, в своих книгах, моей изначальной идеей никогда, вот я просто говорю сейчас, я не знаю, пусть меня Боженька накажет, если это не так, в моей первоначальной идее всегда была помощь людям, я хотела масштабировать превентивную медицину, я хотела поделиться своими знаниями, я хотела, чтобы как можно большее количество людей были здоровы и услышали, что не надо сразу бежать пить таблетки, что можно этого избежать, что можно поработать над собой, что не бывает волшебных таблеток. Вот это была моя изначальная задача, то, к чему это привело, что это в бизнес все вылилось, это все здорово, я это не буду отрицать, это было бы странно это отрицать, но вот эта помощь людям меня отец воспитал, Наташа, ты должна любить Бога, ты должна любить людей, ты врач, ты человек, который помогает, к тебе приходят больные люди с тяжелыми, даже смертельными, скажем так, иногда заболеваниями, ведь мы с тобой понимаем, с чем мы имеем дело, это твоя миссия, твоя задача, я всегда всю свою жизнь несла эту миссию, я воспринимаю свою работу как миссию, я очень люблю своих пациентов, у меня есть люди, которые, я же говорю, по 10 лет со мной находятся, лечатся в терапии, и я их никогда не бросаю, для меня самое важное это довести пациента до результата, любыми способами, я могу ночами не спать, думать об анализах моих пациентов, любыми способами, я имею ввиду, моими ресурсами, вот как ты говоришь, что если к тебе приходят пациенты, ему что-то не понравилось, ты 10 раз бесплатно это переделаешь, лишь бы у тебя человек счастливый был, вот у меня точно так же, и вот через эту любовь, через вот все, что я чувствую, через все, что я несу, я не несу чего-то плохого, я никого не обманываю, я не говорю, бросить таблетки, закройте аптеки, нет, я через любовь иду, чтобы люди начали любить себя в первую очередь, чтобы они перестали есть гадости, себя накидывать, чтобы они перестали пить горстями таблетки, заглушая свою боль, чтобы они не расценивали, ведь по статистике, по статистике, человек средний в России, я не знаю про другие страны, в средний человек в России выпивает в месяц 20 как минимум обезболивающих препаратов, от менструальной боли, от головной боли, от составной боли, от чего-то там еще, понимаешь, не понимая, что он этим заглушает просто симптом, боль, это классный индикатор того, что в организме что-то происходит, не так, я сейчас понимаю, люди скажут, я вот на обезболивающих сижу, по-другому, значит, не как там с каким-нибудь ревматоидным артритом, ребят, но это ведь опять же следствие, ну при чем здесь обезболивающие таблетки, но ревматоидный артрит глушить просто таблетками, это вообще утопия, потому что куда он не денется, любое заболевание, которое сопровождается болью, глушить препаратами, стирая клиническую картину, это утопия, я же еще раз говорю, я ведь не сказала закройте аптеку, я говорю, ребят, ну пойдите разберитесь, почему у тебя менструальные боли, у тебя что, эндометриоз, или у тебя что, значит, какая-то дикий ПМС, да, ну ПМС-то не норма, предминструальная синдрома. Расскажи, пожалуйста, вот про ПМС, раньше, например, я его вообще не испытывала, то есть я такая молодая, здоровая, мне говорили ПМС, что это вообще такое, мне было непонятно. После 30, в каких-то моментах я стала замечать, что во время ПМС я становлюсь более агрессивная, раздражительная, это норма или с этим нужно работать и можно ли на это как-то повлиять? С этим можно и нужно работать, на это нужно влиять. ПМС, когда ты, когда ты, например, чувствуешь, например, в середине цикла, что тебе больше хочется секса, да, у тебя повышенная либидо или перед менструацией тебе больше хочется секса, и то, и то имеет место быть, это норма. Когда ты чувствуешь, что там в первый день цикла у тебя немножко распирает низ живота, ну грубо говоря, распирает, это норма. Если ты, например, хочешь больше есть мясо в первые дни цикла, это норма, понимаешь? Или тебе хочется сладкого, это норма, ты же железо теряешь, это норма. У нас железо в организме много регулирует разных функций, но когда человек говорит, что у меня дикая тяга к сладкому, мы в первую очередь идём смотреть железо, ферритин, гемоглобин, трансферин там и так далее, да? Опять же, это норма. Но когда ты, значит, перед менструацией становишься истеричкой, муж такой говорит, слушай, я брал нормальную, а тут это, кто это вообще, понимаешь? Это не норма. Боли в первые дни цикла девочки, вот особенно подростки, теряют сознание, да, от боли. Очень много таких пациентов, да, теряют сознание от боли. Каждую менструацию, первый, там, второй день цикла, пьют обезборивающий препарат, это не норма. Перепады, дикие настроения, это не норма. У нас с вами, наша гормональная система устроена таким образом, очень интересным, цепочкой, как и всё в организме. Вот есть цепочка, есть ось гормональная, гипоталамус, гипофиз, головной мозг, да, щитовидка, надпочечники, женские половые гонады, у мужчин мужские половые гонады. То есть ещё раз, ось гипоталама, гипофизарна, щитовидная надпочечника, яичниковая ось, это ось. Вот это как цепочка, понимаешь? Если в этой цепочке что-то ломается, всё остальное ломается тоже. Чаще всего предминструальный ПМС, предминструальный синдром, вот эти перепады настроения, вот всё, о чём я сейчас сказала, бывают у людей, которые, например, имеют высокий уровень пролактина. Пролактин – это гормон нашего головного мозга, гипофиза, да, или имеют дисбаланс гормонов щитовидной железы, высокий там ТТГ или низкий Т3, Т4. Или у этого человека высокий кортизол, наши надпочечники синтезируют много кортизола. Всегда есть причина. То есть смотря, опять же, что считать нормой. Я тебе сказала, что такое норма в пониманиях физиологии здорового организма. А вот эти все перекусы, с ними, конечно, надо работать. Потому что если ты с ними не будешь работать и опять же будешь пить обезболивающие таблетки, это приведёт к тому, что ты будешь иметь какой-то дисбаланс. Потому что если в этой цепочке что-то не работает, не работает и всё остальное. Если у тебя гипотиреоз, да, снежная функция щитовидной железы, у тебя будут проблемы с зачатием. А многие люди не знают, где щитовидка находится. Не то, что какие у тебя гормоны, понимаешь? Но сейчас люди уже более такие прокаченные, конечно, да, они уже там много информации. Или, например, пролактин, да? Что такое пролактин? Ну, какой-то там гормон. А где, от чего он? Очень многие люди не знают, что, например, от стресса, самый лучший друг кортизола, это у нас пролактин, гормон гипофиза. Да, он повышается в основном у пациентов, когда вообще в норме. Он может быть высокий у пациенток либо беременных, либо кормящих. Это гормон беременности. Не у беременных и не у кормящих. Женщин и у мужчин, не беременных и не кормящих, его не должно быть повышенного. Если он повышенный, чаще всего такого пациента отправляют на КТ или МРТ головного мозга и выявляют микроденому гипофиза. Это такая небольшая киста гипофиза и пролактин. Очень многие люди и очень многие врачи, не зная механизмов, начинают это лечить, не связывая с тем, что пролактин очень сильно зависит от кортизола, от уровня стресса. Если человек перманентно не спит, стрессует, находится действительно в стрессе настоящем, много работает, не расслабляется. Человек на антидепрессантах, кстати, человек на снотворных, у него будет высокий пролактин. То есть мы лечим не то. Почему? Потому что у нас не хватает знаний у врачей. Я вот про это говорю. Я никого не хочу унизить ни в коем случае. Я понимаю. То есть, если ты перед месячными раздражительная, то нужно все-таки искать причину, а не пить БАДы, которые… Ну да какая ты раздражительная. Ну смотря какая ты. Мне кажется, что я вообще нормальная. Людям окружающим. Они говорят, что ПМС, что ли? Если ты прямо становишься Мегера Петровна и понимаешь, то да. Ты знаешь, я в душе, в принципе, Мегера Петровна. Просто в основном я это стараюсь контролировать. Проработанная Мегера, да? Да. Ну тогда, когда у меня ПМС, я, видимо, когда пятый раз повторила, понимаешь, я уже начинаю громче это говорить. Ну потому что ты, в принципе, себя там… Что-то в твоем организме происходит. Тут какие-то люди что-то понять с первого раза не могут. Я начинаю более агрессивно… Ты знаешь, это может быть абсолютно гормональной перестройкой. Ну я бы опять же… Если это тебя не сильно беспокоит… Меня вообще не беспокоит, ну значит, и хорошо все. Нет, просто есть БАДы. Стоит лепить БАДы для того, чтобы облегчить. Какие? Ну на травках. Это то же самое я тебе сейчас скажу. Слушай, ну вот когда, значит, у тебя что-то не так на лице, это ж надо что-то там колоть, да? И ты такая, блин, столько всего колоть можно, столько разновидностей препаратов. На самом деле, опять же, люди… Вот ты говоришь БАДы, аж как-то, знаешь, неприятно. Потому что люди привыкли… БАДы – это что? Гербалайф, какой-нибудь сетевой маркетинг и вот это все, да? На самом деле, БАДы – биологически активные добавки к пище. Ключевое тут слово – к пище, да? На секундочку. Но это уже, ладно, другой вопрос. А в-третьих, БАДы – это нутрицептики. Это те же самые травы, которые изучал мой отец и знает десятки тысяч видов трав, только в капсулках. И на самом деле, нутрицептика – это очень серьезная наука, не менее серьезная, чем фармакология, которую мы с тобой в институте учили. Как я уже сказала, вот это сочетание и так далее. Попить БАДы перед ПМС, чтобы его не было, это смешно для меня. Потому что если женщина приходит, у нее единственная проблема – это ПМС, скорее всего, я не буду ничего ей назначать. Но если у нее прям выраженный ПМС, 100% у нее будут еще другие жалобы. Тогда уже я смотрю анализы. А ты говоришь индол, да? Индол, инозитол назначают ПМС. Опять же, здесь не все это обосновано. Например, индол, индол – это индол-трикарбинол вообще, да? Или инозитол. Это достаточно такие небезопасные нутрицептики. Те не какие-то там конфеточки. Травки тоже. У каждой травки одной ромашки. Одной ромашки 15 видов, понимаешь? Травки – это тоже лекарственные растения. Лекарственные растения. Кроме того, что они еще аллергичные, тоже у них очень много разных действий. А БАДы – очень много БАДов, достаточно токсичных. И здесь нужны знания. Еще раз, вот я как раз-таки про то, что нутрициологов либо не очень хорошо учат, тогда зачем им дипломы дают, вот этот вопрос у меня. Либо они сами не очень хорошо учатся и не набираются знания, тогда тоже вопрос, зачем им дипломы дают. Почему у них диплом тогда? Да, понимаешь? То есть я, конечно, я жутко не люблю вот этих людей, которые недоучились. Ну вот говорят, не уч, да? Я извиняюсь, но вот оно имеет место быть. Вот когда ты не знаешь, в какую фазу цикла это надо у нас значить, в какой дозировке, с какими еще препаратами, вот это жесть, вот это плохо. Например, мы с тобой говорили про коллаген, да? Я выпускаю свой коллаген, ты тоже выпускаешь прекрасный коллаген. Когда я пишу нам в своих соцсетях про коллаген, приходит огромное количество разных врачей, которые начинают говорить, он не усваивается, у него, значит, вы шарлатаны, у нас свой коллаген синтезируется, ребята. Давайте опять же откроем книжки, давайте обратимся к науке. Это просто от непонимания, потому что, когда я вступаю в дискуссии с этими людьми, я понимаю, что им кажется, что вот ты съел молекулу коллагена, и она должна целиком у тебя усвоится. Они говорят, ну она же целиком не усваивается, она же переваривается. Но это просто, мне кажется, от того, что люди не понимают процессы, не понимают, что на самом деле ты из этого гидролизированного коллагена получаешь, и что он из себя представляет. Поэтому, когда я слышу не врачей, либо врачей, и в том числе врачей-косметологов, которые говорят, что это не работает, у меня сразу вообще встает вопрос о твоей компетенции, где ты была, когда давали биохимию. Подожди, не работает для чего? Давай разберёмся. У нас, значит, синтезируется коллаген в нашем организме, мы все об этом знаем. Он синтезируется примерно до 30-35 лет в здоровом организме. Синтезируется при участии различных кофакторов, которые позволяют ему синтезироваться и доставляться туда, где он нужен. Он нужен не только кожа, волосы, ногти, мы с тобой знаем. Это ещё и кишечник, это ещё и внутренние органы, связки суставов, сосуды, сухожилия, фасции, всё это. Трактически весь организм. Да. И действительно, это так. Ну, то есть, типа, зачем человеку, если свой синтезируется? Друзья, вы забываете, что сейчас мы берём современную жизнь, что в наших реалиях для того, чтобы усвоился коллаген, нужен как минимум витамин С, как минимум гиалуроновая кислота, цинк, нормальная кислотность желудка, желудочного сока, нормальная ферментативная активность поджелудочной железы, нормальный желчоотток, что уже, в принципе, смешно даже уже сейчас, да, нормальный работающий желчный пузырь, печень и, самое главное, отсутствие сибра, сигра в нашем с вами, значит, извините, кишечнике. Ну и как минимум тебе всё-таки белки должны в определённом количестве поступать. А так как мы в дефиците практически все по белкам. Если ты сейчас вот пойдёшь, значит, тут в Москве на улицу выйдешь, остановишь среднестатистического человека, который нас с тобой не читает и который не особо в Инстаграме разбирается и спросишь, что ты белкового сегодня съела, он скажет, что? Ну скажешь, ну белок, белок, вот там творог, мясо, рыба, там птица. Он тебе скажет, ну может быть, там одно жареное яйцо в день, да, ну или там кусок свинины, да, мы понимаем, что это с белком особо там рядом не стоит. Это во-первых. Во-вторых, сейчас человека, который имеет здоровое ЖКТ, ну это практически, это казуистика, знаешь, практически таких людей нет. У всех недорабатывает поджелудочная железа. Опять же, тут много причин этому, и генетика, и образ жизни, и стрессы, и еда, и огромное количество сахара, и там так далее, да. Не дорабатывает поджелудочная железа. Уже проблемка с коллагеном, и не только с коллагеном, мы сейчас про коллаген говорим. У нас неправильная кислотность желудки. Очень много лет все в нашей стране лечат повышенную кислотность. На самом деле, если вернуться к кислотности в нашем с вами желудке, к ПАЖ, которая должна быть кислая среда в желудке. Если мы сейчас обратимся к статистике, статистика вещь такая упрямая достаточно, то примерно 90% людей имеют низкую кислотность, а не высокую. То есть мы годами... И качественно не могут переварить к кислотности. Да, значит, мы годами лечим высокую кислотность. Не знаю, что она у нас низкая. Мы лечим высокую кислотность препаратами, например, амепрозол, ингибиторы протонной помпы, снижаем её. Она у нас и так низкая. Но если у вас низкая кислотность, и вы, не дай бог, пьёте ещё какому-нибудь амепрозол, у вас в жизни никакой коллаген никуда не усвоится. Не то, что коллаген не усвоится. А другие кофакторы, магний, цинк, селен, важнейший витамин, прогормон Д, другие жирорастворимые какие-то витамины, это всё способствует правильному усваиванию белка и коллагена в том числе. У каждого, я тебе хочу сказать, не у каждого второго, из 10 человек, у 8 пациентов, которые ко мне приходят на приём, да и вообще в популяции, будут проблемы с желчным пузырём. Дискинезия желчного пузыря, загиб-перегиб анатомический, застой желчи, полипа, желчекаменная болезнь и так далее. Так вот, если у нас застой желчи происходит, а это происходит у 8 из 10 пациентов, то у нас не усвоится, у нас желч густая, у нас не усвоится белок никогда в жизни. Сколько бы ты белка не ел, даже если ты на белковой там диете съешь, не усвоится. Не усвоятся омега-3 жирные кислоты, не усвоится витамин D, витамин K, A, E. Ничего у тебя не усвоится. То есть о каком здоровье может быть речь. И когда мне начинают говорить про коллаген, я особо не спорю, я написала своё мнение там на несколько постов, я объяснила это с точки зрения физиологии и биохимии. Опять же, как хотите, ребят, хотите пейте, хотите не пейте. Но мои пациенты все абсолютно пьют мой коллаген, абсолютно все в полном восторге, можно зайти на любой маркетплейс, почитать эти отзывы, потому что очень высокая дозировка, наличие кофакторов. Но опять же, я же не говорю им, ребята, пейте коллаген. Я говорю, давай мы с тобой сейчас наладим работу твоего уже КТ, выстроим твое питание, ты будешь в туалет, извините, ходить каждый день. Многие люди не знают, что в туалет надо каждый день ходить. А потом уже мы начнём с тобой пить коллаген. Вот так оно работает. А конечно, если ты весь больной, хромой, косой, ты будешь пить коллаген, конечно, он тебе не усвоится. А вот мы затронули такую тему интересную, выработки коллагена в принципе в организме. Есть люди, диспластики, это те, у кого в принципе проблемы с синтезом коллагена, проблемы с его распадом. Как-то можно им превентивно помочь? Я знаю, что у нас есть генетические факторы, которые могут быть активизированы нашим образом жизни, а могут быть не активизированы. Вот знаешь, опять же, против фактов никуда не пойдёшь. Генетика, она же ведь есть, генетическая расположенность. Очень многие заболевания, там, целиакия, например, если говорить о питании. Генетика – это очень важно. И своим семейным парам, мамочкам, которые ко мне приходят на прием, я всегда говорю, а тосинки не рождаются апельсинки. Потому что генетика – это серьёзно. Но ещё есть такая новка, которая называется эпигенетика. Это как раз таки то, что мы с вами делаем в течение своей жизни с нашим организмом, чтобы проявить наши генетические расположенности или наоборот, чтобы они у нас были в стадии, грубо говоря, ремиссии, чтобы они у нас не проявлялись. Это образ жизни, образ сна, питание, водопитие, образ мысли. Опять же, меня дико хейтят за то, что я говорю про психосоматику и связи нашего физического тела, болезни нашего тела и нашего сознания-подсознания. Ну, это, по-моему, факт доказанный. А, нет. Ну, ты сейчас пойди с врачами доказательной медицины поговори. Вот. И, опять же, образом жизни, образом мысли не занимаются эти люди. Естественно, если ты ничего с этим не делаешь, конечно же, у тебя проявится твоя генетическая расположенность. Но вот диспластики, да, любые люди с аутоиммунными расположенностями, аллергики, очень много же сейчас аллергиков, да, детишек, атлордиков с детства. С детства. Если ты начинаешь правильно есть, нормально. Я не говорю там вот эти вот истории отказ от сахара, отказ от всего на свете, лежать, значит, и этот, не двигаться, да, ничего не есть, не дай бог. Нормальная еда. Чем проще еда, тем лучше, да. Чем менее обработанная, тем лучше. Ну, да, чем менее она рафинированная, тем лучше. Нормальная еда, нормальное количество воды, нормальный сон, нивелирование дефицитов. Мы не можем с вами чувствовать себя нормально, наш организм. Как бы, вот странно сейчас это не присовокупляли к БАДам, но если у тебя есть дефициты, железа, селена, цинка, магния, меди, витамина D, важнейшие группы B, B9, B12, ну, ты не сможешь нормально себя чувствовать и жить. Потому что щитовидная железа, например, очень сильно зависит от железа. Щитовидная железа очень сильно зависит от состояния железа, от витамина D вообще зависит каждый орган в нашем организме, потому что это прогормон, да. От магния, я уже говорила об этом, от меди, ну и так далее. Ну, то есть, если ты всё это нивелируешь, если ты заботишься о нормальном здоровье желудочно-кишечного тракта, если ты кормишь свой организм правильно, если ты заботишься о себе в тех рамках, о которых я тебе сказала, эпигенетически можно помочь любому человеку и диспластику, и кому угодно. То есть, эпигенетика, ты прям, знаешь, на самом деле можно даже книги посоветовать людям, почитать, это очень интересно. Это такие вещи достаточно простые и достаточно банальные, да, но о них почему-то забывают. Кажется, банальные, да. А из-за того, что они банальные, от них отмахиваются, что ерунда какая-то. Вот это любовь наших пациентов к тому, что посильнее, если лечиться, то таблетками капельницы, убиваться. Ну, ты знаешь, даже не посильнее, а очень многие люди верят в волшебную таблетку. Я ещё раз говорю, ну какое отношение азимпик имеет к весу? Если ты диабетик, если ты уже довёл свой организм до сахарного диабета или там у тебя генетический, например, сахарный диабет первого типа, да, вопросов нет, вопросов нет. Но если ты просто не можешь с собой ничего поделать, потому что ты пьёшь винишко, ешь тортики и лопаешь, там, я не знаю, картошку фри какую-нибудь и колешь азимпик. Или ты там не спишь, издеваешься над своим организмом, стрессуешь и на последних волевых каких-то там живёшь, да. Ну, о каком весе, о каком здоровье можно говорить? Такие люди, они похудеют на азимпике, но они получат огромное количество побочек, они только пристанут его колоть, вес вернётся, потому что они же ничего не поменяют в своей жизни. Вес вернётся. И многие, вот опять же, мне говорят, я много работаю с такими известными людьми, и, ну, они в кадре, понятно, они на телеке, и они говорят, мне нужно быстро похудеть, я не могу на твоих протоколах сидеть, это нужно заниматься, мне надо быстро похудеть. Я говорю, хорошо, окей. И действительно есть такие люди, вот они говорят, и мне психологически тяжело, мне вот надо на азимпике похудеть, а потом я там там. А потом я буду образ жизни менять. Ну, то есть, есть у меня такие пациенты, с которыми мы договариваемся, он холит этот свой азимпик, но мы полностью меняем образ жизни, как я сказала, образ сна, образ там, водный режим, мы меняем всё, тогда человек прекращает его колоть, похудел, ему так легче быстро, но он уже не тот человек, понимаешь, который был там два месяца назад. Вот я об этом говорю. Ну, то есть, это, конечно, исключение из правил, и так некоторые идут, да, но чаще всего в 95% случаев они прекращают колоть какой-нибудь препарат, редуксин там в своё время тоже был, там различные препараты для снижения веса, прекращают его колоть, и вес возвращается. А ещё очень часто назначают эндокринологи, классические, доказательные, то наука, мы не наука, доказательные, значит, эндокринологи, назначают препараты метформина, очень часто, это сиофор и глюкофаж. И люди пачками просто, пачками пишут, говорят, я не знаю, в Инстаграме я начинаю об этом говорить, мне просто огромный, там сотни комментариев приходят, что я пила огромную дозу, там, два года глюкофажа этого, и я не похудела на килограмм. Да ты не похудеешь, это не панацея. Как дополнительный там способ, 2% из 100, да, если мы возьмём нашу цель, там, похудеть на 10 килограмм, это вот 100% наша цель успеха. 2% это твой метформин, то есть ты не наладишь образ питания, если ты не снизишь с помощью натуральным образом, не снизишь инсулино-глюкозу, ты не похудеешь, тебе ни один препарат не поможет. Согласна, абсолютно. Знаешь, очень интересно состояние женщин в предклимактерическом, климактерическом периоде. Женщины начинают резко стареть. Как-то можно на это повлиять, когда нужно прийти к доктору, к какому нужно прийти к доктору, нужно прийти к гинекологу, эндокринологу, кому и в какой момент, когда ты понимаешь, что всё, мой организм начинает сдавать, в нём что-то меняется? Очень много пациентов, я так этому радуюсь, очень много пациентов приходят сейчас на стадии превентивной, когда она понимает, что ей, например, 40, и что уже не 18, скажем так. Она себя ещё неплохо чувствует, но она хочет подготовиться к вот этому деликатному периоду. И продлить. И продлить свою молодость. Сейчас много таких женщин и мужчин. То есть у меня где-то процентов 70 женщин и процентов 30 мужчин. Это, конечно, очень здорово, но в основном пациенты приходят, когда уже поздно пить боржом и почки отвалились. Так вот, если ты приходишь превентивно, например, к такому специалисту, как я, и опять же, не обязательно к такому, как я. У меня достаточно много врачей, которые тоже врачи превентивной медицины по узким специальностям, но вообще любой нормальный доктор в нашей сфере, он посмотрит на организм и оценит. Организм не только с точки зрения яичников, насколько еще функционирует аппарат фолликулярный, но и с точки зрения всего организма. Потому что что такое старость? Что такое старость? Старость и старение организма – это не только менопауза, когда у женщины не идут месячные, она не может забеременеть. И почему мы этот период стараемся отсрочить? Потому что старение организма – это вот когда гормональная перестройка идет, мы в менопаузу входим, и гормоны, которые нас защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, их кардиолог в прошлом, это моя любимая тема, от сердечно-сосудистых заболеваний, защищают нас от преждевременного старения и так далее, и так далее. Они перестают работать в таком объеме, они снижаются. Соответственно, мы боимся чего? Остеопороза, например, разрушения костной ткани, разрушения суставов костей. Мы боимся, там, седины, опять же, мы боимся старения организма, потому что в этот момент начинают стареть и клетки, и ткани, и органы, и система органов, весь организм. Начинают стареть митохондрии, но это интересная отдельная тема антиэйдж-медицина, да, я тоже очень глубоко погружалась в эту тему. И мы поэтому стараемся наших пациентов вот отсрочить вот эту историю. И даже если женщина вошла в менопаузу, то мы ее можем компенсировать, скомпенсировать по всем ее недостаткам, опять же, дефицитам, опять же, гормональному дисбалансу в плане менопаузы, когда прекращается синтез женских половых гормонов, эстрогенов, разными способами. Если женщина здорова у нас, например, вот там ей 45-50 лет, у кого-то сейчас ранний климакс, это очень повсеместная история, и сейчас женщина в 35 лет уже с климаксом, если она условно, опять же, более или менее здорова, ну если нет противопоказаний, вполне, мой гинеколог, я это не делаю, потому что я не гинеколог, я, опять же, понимаю, ну я отправляю, зачем, вот, пожалуйста, гинеколог. Я отправляю к гинекологу, гинеколог ей подбирает гормонально-заместительную терапию в виде мази, трансдермальных каких-то форм, либо в виде какого-нибудь препарата, фемостона, назначает какую-то гормонозаместительную терапию, чтобы продлить ее молодость. Опять же, если женщина хочет, а некоторые женщины не хотят, говорят, можно на травках, а вот, например, когда она хочет на травках, а я понимаю, что на травке ей не помогут, да, она в менопаузе уже давно, мы ей говорим, тебе травки не помогут, мы хотим тебе там, да, более натуральный способ подобрать, но вот в твоем случае нет. Или, например, женщина приходит и говорит, я хочу гормонально-заместительную терапию, а у нее миома большая в матке, или у нее там опухоль в груди, например, или у нее какое-то заболевание, которое является противопоказанием, мы говорим, мы тебе не можем назначить ГЗТ, да. Ну, много разных ситуаций, и в любом случае, в любом случае лучше, конечно, начинать заботиться о своем здоровье, красоте, не только приходить к таким прекрасным специалистам, как ты, но все-таки изнутри. Изнутри, конечно. Красота, она, конечно, идет изнутри, это гармония, она идет изнутри. И лучше все-таки начинать пораньше. 30 лет – отличный, на самом деле, возраст для того, чтобы следить за своим здоровьем. 30 лет, 35 лет. Когда ты следишь, ты к менопаузе уже подходишь совершенно по-другому, не так вот, понимаешь? То есть ты не пропустишь какую-нибудь ситуацию. Очень много женщин, например, находятся в хирургической менопаузе, когда у нее была миома, значит, эта миома достигла огромных размеров, она не обследовалась, у нее шли кровотечения, она не обращала на это внимания, а потом в один день ей взяли и удалили матку с придатками, понимаешь? То есть вот если ты начинаешь с собой заниматься, если ты следишь, делаешь чекап, не надо это делать как сумасшедшие, тоже вот это, знаешь, когда начинают каждый месяц давать нарезы, это тоже крайность, полярность. Если ты начинаешь за этим следить, там, раз в полгода, раз в год поддерживать, смотреть, делать, ты уже в менопаузу войдешь, во-первых, гораздо позже. Во-вторых, здоровее. Здоровее, а у тебя не будет этих диких приливов каких-то, да, и мы подбираем своим пациентам то, что мы считаем нужным, опираясь на то, что хочет человек. То есть он хочет травки, а ему нельзя травки, мы, конечно, ему не назначим, или если он хочет ГЗТ, ему нельзя ГЗТ, точно так же. Но есть, например, лайтовые такие способы, которые достаточно бережно помогают женщинам не препараты, да, не фармацевтические препараты, помогают женщинам в этот деликатный приют зайти и чувствовать себя хорошо. Тут всё индивидуально, но когда женщина начинает рано, это видно, очень видно людей, которые собой занимаются. Иногда в 20 лет смотришь, человек приходит, 20 лет смотришь его анализы, ощущение, что это вот человеку ну лет 70, да, а иногда приходит женщина в 50 лет, анализы прекрасные. Прекрасные. Просто вот, знаешь, я и говорю, это редко бывает, но я вот иногда там говорю, тебе на стену почёта надо повесить, как надо за собой следить. Ну то есть, опять же, понятно, что это дорого. Ну как дорого? Ну условно, относительно, да. Что это дорого, что это сложно, что этим надо заниматься. Но здоровье, здоровье это такой, знаешь, с возрастом только понимаешь, насколько это важный ресурс. И вот то, о чём мы поговорим, это самая, наверное, важная инвестиция в нашей жизни, в своё здоровье. Я с тобой полностью согласна, и красоты тоже не бывает без здоровья, я об этом говорила, потому что не бывает красивой женщины, но при этом у неё внутри там полный бардак. Такого не бывает, поэтому всё взаимосвязано, со всех сторон нужно подходить, и только тогда мы будем счастливые, красивые, здоровые. Очень часто, знаешь, женщины, как пишут в комментариях, я просто веду свои соцсети сама, мне очень важно щупать вот эту вот связь с пациентами, с людьми, которые меня читают, что им интересно, мне очень важна обратная связь, не знаю, как другим. Мне есть помощники, но я читаю всё всегда сама. И вот очень многие люди пишут, что вы там рассказываете, что надо от того, отказаться от всего, да. Вот моя подруга, там, Галя, да, она, значит, ест, жрёт, пьёт всё подряд, и, значит, красивая, цветущая, с прекрасной кожей. Я, значит, на ПП, на ЗОЖ, и у меня там всё, я вся в прыщах. На самом деле, это частая история, или, например, я там слежу за каждой калорией, да, и там полненькая, а моя вот Светка-подруга, ведьма, да, все мы знаем таких ведьм, ест как не в себя, как лошадь, и, значит, худая, с прессом ходит, да. Ну, то есть, это настолько всё относительно, и если человек сейчас, ваша там подруга чувствует себя именно так, это не значит, что у неё через 5 лет не будет какого-то там онкологического заболевания. Это всё очень условно. Внешняя красота, да, человек может держаться на естественных природных резервах, если у него изначально хорошее здоровье, с хорошей кожей, с генетикой, да. Но если он безобразничает, делает всё, о чём мы с тобой поговорили, да, ест, пьёт, там, не знаю, шампанским, пиццу запивает, заедает тортом каждый день и так далее, пьёт, курит и не спит, когда-то эти резервы закончатся. То есть, я это вижу каждый день, да, есть такие ведьмы, но, во-первых, когда человек много ест и не поправляется, это тоже не очень хорошо, это тоже не про здоровье, и таким людям заедовать не нужно. Угу. Ребят, ну вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я думаю, что вы многие моменты для себя поняли, что-то вам стало более понятно. То, что мы говорим в косметологии, да, что чем раньше вы с собой начнёте заниматься какими-то лёгкими способами, тем лучше вы будете выглядеть. То же самое касается и общего здоровья. Профилактировать всегда легче, чем лечить. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о себе, заботьтесь о себе. Никому, кроме как себе, вы, поверьте, не нужны. Наташа, ну скажи пару слов нашим зрителям. Да, очень приятно провести был такой разговор, особенно с коллегой. Дорогие друзья, я вот, как, знаете, такой доктор на всю голову, хочу вам пожелать вот этой вот гармонии. Потому что когда мы внутри спокойны, когда мы гармоничны, когда мы не злимся, не обижаемся, вы можете по-разному это воспринимать, но это действительно видно на нашем с вами лице. Когда мы заботимся о вот этой красоте нашего тела изнутри, мы и внешне будем красивы. И я вам как раз-таки этого желаю. Я желаю вам этой гармонии, чтобы вы каждое утро просыпались и чувствовали себя счастливым человеком от каких-то мелочей. Не обязательно о том, что у вас новая машина или дом, или платье. От каких-то мелочей, что вы прошли какую-то новую ступень, что вы прочитали какую-то интересную книгу, что вы вчера позаботились о своей душе, полежали в ванной с магнием, помедитировали, или что вы заботитесь о своем здоровье. Я хочу, чтобы вы чувствовали вот это счастье в каких-то мелочах. И, конечно, не забывали о том, что, как я уже сказала, здоровье – это самый важный ресурс в нашей жизни и самая большая наша инвестиция. Я хочу вам пожелать здоровья. Я хочу, чтобы ваши родственники, близкие, родные, наши родители дорогие были как можно дольше с нами, здоровы, счастливы. Наши детки нас радовали. И почаще смотрите выпуски прекрасного доктора, который сегодня пригласил меня на это интервью. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришла. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.